Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в программе. На путстве властям и анализ проблем глава Чувашии подвел итоги социально-экономического развития двух муниципалитетов. Годы ожидания. В Чебоксарах решают проблему обманутых дольщиков. Простите здоровыми. Чебоксарский врач-педиатр рассказал о своих методиках издоровления и победила. Ставка на крупные проекты и рабочие руки. Сегодня в Красноармейском районе подвели итоги социально-экономического развития. Оценку работе местных властей дал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На что необходимо сделать упор в будущем и какие проблемы решают немедля, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Итоговый доклад сети-менеджера района с каждым годом пестрит оптимистичными цифрами. Толчок к достойному развитию муниципалитета уже дан. Планы местных властей довольно амбициозные. Первонаперво необходимо решить жилищную проблему. Красноармейский район провалил многие федеральные программы. Догнать упущенные обещают в ближайшие годы. Недавно здесь сформировали участки для строительства жилья эконом-класса. В следующем году в центре села возведут еще один новый дом. Сколько земельных участков сегодня предоставлено строительным компаниям, фирмам, которые обещали строить? И какие микрорайоны новые будут появляться? На сегодняшний день у нас, к сожалению, строительные фирмы не предоставлены. 4 марта у нас заканчивается прием заявок по сформированному земельному участку по улице Ленина, дом 70. И 11 марта пройдет аукцион. На сегодняшний день там три строительные фирмы уже изъявили желание. В новостройку из аварийных бараков пересели 24 семье. Очереди нуждающихся в жилье в районе сократятся существенно. На нет ближайшие годы сойдут и детские очереди, обещают власти. Скоро в одном из сел откроется новая дошкольная группа. На сегодняшний день проводится работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы. Устанавливаются датчики пожарной безопасности, то есть меняются, проводится ремонт внутренних помещений и оснащением техникой. Медленными, но верными шагами в районе развивается малый и средний бизнес. Местную казну красноарамейские предприниматели пополнили на 23 миллиона. Интересен муниципалитет и крупным инвесторам. В этом году именно здесь заработает завод по производству облицовочного кирпича. И первый кирпич такой экспериментальный, опытный, должен появиться в июне месяце. Я был на этом заводе, сегодня оборудование завезено, он несет риски по этому проекту. Подобные проекты – главное оружие в борьбе с безработицей. Только на кирпичном заводе в этом году появится более 30 вакантных мест. Почувствует прибавку и местный бюджет. Налоговое поступление за 2012 год составили 110,7 миллионов рублей. К уровню 2011 года прирост поступления составил 3,4%. В том числе в консолидированный бюджет красноарамейского района 17,7%. Ударно трудятся и красноарамейские агрария. В прошлом году во многих предприятиях удалось обновить автопарк. Где-то закупили новую технику, где-то сельхозагрегаты ремонтировали своими силами. К весеннеполевым работам хозяйство уже готовое. В амбарах семена готовят к посадке. Большую прибыль власти сулят тем, кто начал выращивать элитные сорта. На это сделали ставку и руководители предприятия «Красная Сормова». Сейчас с ними готовы заключать договора и другие хозяйства. По прошлому году 38% хозяйства засеяли элитными семенами. В прошлом году закупали много. Мы в прошлом году где-то 80 тонн купили. Да, мы субсидируем. Самое главное, администрация должна отслеживать. Купили элиту, да, мы просубсидировали. Элита должна стать первой репродукцией. В ногу со временем идут и местные школы. Программа модернизации на себе почувствовали многие учебные заведения. Уроки у красноарамейских ребят стали и вовсе инновационными. На занятиях они начали собирать вот таких роботов. Этим летом в школе планируют сделать капитальный ремонт. Раньше у нас было как, оснастили мы кабинеты компьютерами, компьютерным оборудованием и так далее. А сейчас пришло время, уже деньги выделяют на капитальный ремонт. И участвуем в разных проектах, как комплексная застройка села. Прежде всего, подытожил Михаил Игнатьев, в районе необходимо улучшить демографическую обстановку. Пока смертность здесь превышает рождаемость. Решение этой проблемы тоже первостепенная задача. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Накануне глава Чувашия решил один день посвятить изучению обстановки в Новочебоксарске. Его интересовало многое. Деятельность многофункционального центра, эффективность программы «Безопасный город». А в администрации прошла встреча с жителями города, на которой обсудили итоги социально-экономического развития Новочебоксарска за 2012 год. Подробнее в нашем репортаже. Многофункциональный центр Новочебоксарска еще совсем новый. В 2012 году здесь было оказано более 33 тысяч государственных и муниципальных услуг. Работает 12 окон из 20. В отделе МВД по Новочебоксарску Михаил Игнатьев убедился в эффективности системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам начальника отдела МВД Сергея Павлова, на сегодняшний день на улицах города смонтировано 6 видеокамер купольного типа. «Безопасный город» В настоящее время это в сторону морпосады выезд. Номера автомашин виднеются, автомашины можем расширять контроль по следующим и поможем для развития совершенных правонарушений. В 2013 году их количество будут увеличивать. Также собираются установить камеры видеонаблюдения на придомовых территориях. Итоги социально-экономического развития Новочебоксарска подвели на расширенном совещании в администрации города Спутника. Александр Сироткин рассказал, что городской бюджет исполнен на 95% от плана. Выросла доля прибыльных организаций. Наиболее высокие показатели производительности труда отмечаются по новочебоксарскому филиалу ОАО «Сан-НБФ» 4 млн. рублей и ОАО «Перкарбонат» 5,4 млн. рублей. В прошедшем году снижена задолженность организации города по заработной плате перед работниками. Задолженность в 2012 году снизилась почти на 36 млн. рублей. В том числе полностью погашена задолженность индустриально-строительного комбината в размере 23 млн. 386 тыс. рублей. По итогам прошлого года введено 29 тысяч квадратных метров жилья, то есть 687 квартир. А это, по словам Александра Сироткина, на 47% больше, чем в 2011 году. Однако новоселье справили не только жители многоквартирных домов. Новочебоксарские малыши и воспитатели получили современный сад с комфортными условиями пребывания, бассейном, новыми игровыми площадками, спортивным и музыкальным залами. В городе осуществлялась реконструкция спортивных объектов. Закончена реконструкция первого этапа легкоатлетического манежа с дюшор номер 3. Продолжается реконструкция здания ледового стадиона «Сокол» с дюшор номер 4 по хоккею шайбы. В работе совещаний приняли участие и народные избранники от Новочебоксарска. Михаил Игнатьев призвал власти города внимательно реагировать на сигналы. В течение прошлого года на Чебоксарскую администрацию жители критиковали за рост тарифов, за низкие темпы строительства. Александру Сироткину пришлось отвечать на многие вопросы. «Насколько на сегодняшний день у вас планы или видения имеются с элитой города Новочебоксарска? Ибо здесь надо привлекать и внебюджетные источники. И вот эту историческую мечту для горожан города Новочебоксарска мы как действующая власть разрешили». «Мы на сегодняшний день готовим программу по 9 западному микрорайону для того, чтобы там построить жилье экономического класса». Михаил Игнатьев заметил, что из бюджетов всех уровней выделены серьезные финансовые средства на строительство инфраструктурных объектов в Новочебоксарске. И призвал использовать каждый рубль максимально эффективно. Глава Чувашии также акцентировала внимание на необходимости поддержки предпринимательства, чтобы каждый желающий мог реализоваться в этой сфере. «Город должен расти и развиваться, а республика будет помогать», – заключил глава Чувашии. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах начали решать проблемы обманутых дольщиков. Достраиваются многие дома, жители, наконец, получают долгожданные квадратные метры. Один из таких долгостроев – дом на улице Урожайная, что в юго-западном районе столицы. Еще в 2007 году дольщики начали вкладывать деньги в строительство. Только вот дом подняли лишь до второго этажа, а люди, вложившие финансовые средства в него, остались обманутыми. На сегодня эта проблема сдвинулась с мертвой точки. Городская администрация строительства дома взяла под свой контроль. В дом по улице Урожайной дольщики должны были заселиться еще пять лет назад. Но ключей от заветных квартир до сих пор никто из них не получил. На месте, где должен был стоять пятиэтажный дом, сейчас нет ничего, что могло бы напоминать жилую площадь. В последние годы правительство Чувашию ситуацию с дольщиками держит под контролем. При этом особое внимание уделяется наиболее сложным объектам. В последние годы дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Было поручено нам от имени администрации и поддержано решением общим собранием долевиков это дело в середине 2012 года. За это время мы проделали огромную работу. В первую очередь специалисты ГУКСа провели работу по анализу технической стороны вопроса объекта, ну и экономической стороны вопроса. Было принято решение реконструкции старого здания, вместо старого здания сделать девятиэтажное двухподъездное здание. Именно такой шаг помог привлечь новых инвесторов. Строители уже снесли два этажа старого здания. Идет подготовка фундамента для нового. Через пару недель мы заканчиваем свайные работы и приступаем к устройству фундаментов. Дом будет в монолитно-каркасном исполнении, стены будут кирпичные, отопление индивидуальное. 117 квартир предполагается ввести на этом доме. По словам подрядчика, работы начинаются как только на улице светает и продолжаются до темна, без выходных. Новый дом планируют сдать уже к концу 2013 года. Что касается дольщиков по урожайной, я уже говорил, мы работали с ними очень долго и сейчас работаем. Но все вопросы мы с ними решили. И в первую очередь вопросы по продаже своих долей. Вот этот вопрос был самый больной. Дольщики всегда боятся, особенно этого момента продажи долей. Они не хотели продавать, конечно. Но мы убедили их, что никаких обманов, никаких решений других не будет, только будет решение в их пользу. И в конечном счете, вот сейчас мы заканчиваем оформление долей. Первые доли мы уже оформили, ну и никаких нюансов не было. На тот момент, когда дольщики вкладывали денежные средства на будущее жильем, квадратный метр в Чебоксарах стоил 20-25 тысяч рублей. Сегодня цена составляет 35-40 тысяч. Генподрядчик пошел навстречу тем, кто в 2008 году 100% заплатил за строящееся жильем. Разницу поплачивать не придется. А вот те, кто за эти годы захотел квартиру побольше, придется раскошелиться по новым расценкам. То есть отдать примерно 38 тысяч за квадратный метр. Галина Титарчук, Екатерина Харитонова, Александр Петров, Республика. Лариса Иванова, чебоксарский педиатр с многолетним стажем работы, одержала победу во всероссийском конкурсе. В 2004 году она соревновалась за звание лучший врач-педиатр в рамках нашей республики и заняла третье место. В этот раз конкурс был масштабнее, а место первым. В чем секрет победы во всероссийском конкурсе? Наш репортаж. Лариса Иванова работает педиатром в Чебоксарской школе номер 61 и детской горбольнице номер 4. В профессии она более 15 лет. Ее победу коллеги считают заслуженной. Кроме большого пакета документов, где указывался опыт работы в медицине, наличие детского отделения в больнице, необходимо было показать и какие мероприятия по улучшению здоровья детей проводятся в школе. Здравствуйте, ребята. Лариса Иванова проводит специальные уроки для ребят, на которых рассказывает детям о правилах личной гигиены и пользе спортивных упражнений. Внимательно следит за качеством еды в столовой. Приготовлено качественно. Мясо тут проварено, хорошо проварено. Орденные кусочки соответствуют нормам. Помимо оздоровительных уроков, лучший врач России привела в своей школе и новую привычку – физкульт-паузы. Благодаря им во время урока ребята отводят пару минут зрительной гимнастики или же делают небольшую разминку. Любовь Ларисы Ивановой к детям и своей работе не осталась незамеченной. А за здоровьем детей одной из школ нашего города следит теперь лучший школьный врач России. Ну, я выбрала профессию врача-педиатра из-за того, что очень люблю детей еще с детства. Она мне очень нравится. Я люблю работать в школе. Дети у нас такие интересные, инициативные. Хочется им помочь, чтобы они были счастливы и здоровы. Ольга Григорьева, Ника Филиппова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошли сборы глав органов местного самоуправления муниципальных образований региона. Руководителей муниципалитетов обучали, как обеспечить безопасность жизнедеятельности населения. Огромная роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения отводится именно органам местного самоуправления. Главам объяснили, как можно обеспечить безопасность жителей на воде при пожарах. Именно эти руководители несут ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности, поддержание в готовности и совершенствование систем оповещения. Создание системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112. Чувашский государственный академический драматический театр отметил юбилей. 95 лет со дня основания. Поздравить коллектив театра со значимой датой пришли не только первые лица республики, но и коллеги артистов. Глава республики отметил, что о традициях и культуре чувашского народа известно далеко за пределами республики, в том числе и благодаря регулярным гастролям театра. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за подвижнический труд, пожелал хорошего рабочего настроения, творческих успехов, аплодисментов, оваций и признания зрителей. Самого дорогого, что нельзя заменить никакими наградами. Артисты театра Валерий Карпов, Елизавета Хрисанфова, Валерий Сафронов и Александр Яковлев получили государственные и республиканские награды. Сам театр получил сертификат на 500 тысяч рублей для организации гастролей в 2013 году. Театр омолаживается, театр совершенствуется, ибо в 21 веке зритель хочет больше видеть, может быть, шоу. Иной раз драмтеатру, может быть, это и сложно в своих постановках, но они умеют делать практически. Поэтому я благодарю вас за ваш творческий труд. Хочется пожелать такого же хорошего рабочего настроения, чтобы зрители Чувашской республики и в других регионах после ваших постановок всегда на ногах бурными аплодисментами аплодировали. А это для вас очень дорого. Никакими другими государственными наградами это не заменить. С праздником вас! Хоть завтра и наступает календарная весна, зима не сдается и морозы еще будут. Но есть люди, которым холода не страшны. Команда чебоксарских любителей зимнего плавания успешно выступила на 37-м традиционном празднике Нептуна в Альметьевске. На соревнования, имеющие статус открытого чемпионата Республики Татарстан по зимнему плаванию, приехали более 150 моржей из многих городов России и ближнего зарубежья. Заплывы на городском озере в проруби проводились на дистанциях 50, 100 и 300 метров. Участники также соревновались в комбинированных эстафетах 4 по 25 метров и в перетягивании каната. В итоге наша команда заняла второе общекомандное место, уступив лишь хозяевам чемпионата сборной Татарстана. Вы знаете, все выложились на 100%. То есть командный дух не подвести, отмели все свои сомнения, недомогания. Одни из самых лучших и сильнейших пловцов. И надо отметить, что среди нашей команды не было ни одного профессионального пловца. То есть это нарабатываем в бассейнах, в проруби. Это все то, что мы сейчас приобрели с тренировками. Чемпионами в личном первенстве в своих возрастных категориях стали Татьяна Александрова, Михаил Андронов, Зинаида Ломарева и другие. Причем 65-летняя Зинаида Ломарева с легкостью обошла молодежь. А Михаил Андронов, у которого нет левой ноги, почти без напряжения выиграл на всех дистанциях. Это душа нашей команды. Это человек, который нас вдохновляет на тренировки, на рекорды, на результаты. На чемпионате мира в Латвии ему рукоплескали все трибуны, стоя. Потому что это мужественный человек. Он единственный был, который с ограниченными возможностями. И показывал очень прекрасные результаты. А на чемпионате Татарстан у него был вообще абсолют в 300 метров. Это вообще небывалый случай. Что это возможно в человеческом организме. Все это заложено. Просто надо трудиться. Будем продолжать. Будем привлекать. Молодежь надо привлекать. Ну вообще надо всех наших, чебоксаровских, привлекать, чтобы был народ здоровый, крепкий. На второй день все 105 спортсменов приняли участие в закал-пробеге по улицам Альметьевска. Жители города приветствовали не только Маржи, но и сам Нептун. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин